привет дорогие друзья сегодня будем рыбачить попробуем рыбачить на самодельные жерлицы делал их из подручных средств то что было у меня в деревне за эту штуку я буду вешать палочка тут как под секатор леска то ли 05 то ли 06 4 штучки я их смастерил то вот еще делал у меня был была донка это в детстве я делал в 15 лет сейчас посмотрим сколько она весит какая бурная у меня была фантазия если делал такой тяжелый груз чтобы не утащил то есть я реально верил что тут есть такая рыба груз у меня весил полтора килограмма представляете вот такой вот я большой энтузиаст в детстве ну собственно говоря таким и остался буду ловить конкретно так сейчас первым делом беру такое трепело погодка у нас в принципе пасмурная буду надеяться что все пройдет нормально не вымокну вчера вымок кто не смотрел на мещерских хрониках 21 25 градусов 24 уже спала так и вот ванну в прошлый раз я ловил карась не знаю сейчас будет получаться их зачерпнуть нет сколько два ну в общем сейчас по чуть-чуть если 4 жерлицы ну рыбок 7 10 поймаю на всякий случай вот тушки надвигаются ветер шумит в общем сейчас найду ведро в какое буду ловить рыбу и наловлю живца грибы уже все помаленьку отходит вон червивый все время грибов пришло прошло наловил карасей учет мне кажется они крупновато конечно слегка но сейчас посмотрим сориентируемся все иду на реку сильный ветер не знаю повлияет он на жерлицы нет погода меняется в день по несколько раз солнце ветер дождь потом опять жара не знаю мне кажется все таки сказывается это на рыбе хотя вопрос спорный кто-то говорит что все равно под водой она не чует но мне кажется что то все равно до влияет не просто же так идем конец февраля 2000 февраля я уже что-то несу на меня тоже погода влияет конец августа 2020 год клепяковский район река про вот она красавица ладно сейчас пойду искать места ну в моем плане километра за три пойду от дома горячники на спиннинг плохо берет посмотрим как на жерлицы тем более вы просили ветрищ сильный главное сегодня опять под дождь не попасть в ливень так вот я нашел первое место думаю поставить ее живец мой вот этот дрын тогда мы рубили блины вот смотрите как думаю или через корягу плохо будет потом хер вытащишь да не я думаю вытащишь в принципе вот так вот чтобы конец коряги под эту палку уходил чтобы она не утянула и вот за этот вот сучок в общем ладно сейчас разберемся так достал первую жерлицу сейчас отматываю примерно метр и вот у меня здесь она так устроена раз сюда ее зажал то есть когда щука клюнет то это у нас будет как самоподсечка так я посмотрим на палку она повиснет или нет вот так чтобы не слетела вот здесь намотаю на сучок потуже вот все так осталось сейчас повесить нам живца какой взять вот такой размер карасика но других нету и под плавничок под спинку вот чтобы он оставался живым как вы все так попробуем мы поставиться туда уже закинуть так и вот так вот а все никуда не денется покажу как получилось получилось не так как я хотел палка оказалось короче но что-то 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 около того ладно пойдем смотреть куда другие поставить так в общем нашел палку еще так как то вот так вот буду вешать сейчас где-нибудь в коряках тоже ее замастырим вот в общем как у меня получилось не знаю что там видать у меня тут все отсвечивает бугры все покотистые вот он тоже вот обычно оно плещится вот так вот к нему вот сейчас вам покажу сейчас вам покажу вот как получилось вот живец вон плавает вон он но должен привлекать сильно вниз не стал ее спускать туда ну вот видите и защелкнута как щука клюнет она сама себя должна будет подсечь но это по моей задумке я их сделал но еще не испытывал ну ладно пойдем ставить следующие поглядим сейчас дальше пойду в коряжник жарище рублей взмок покаять дерево выкорчевал угли ну какое свернул сейчас нужно придумать как его теперь поставить хочу вон туда сейчас вам покажу мою задумку вон рогатуля такс так раз ману да ну чуть-чуть подопустить а то слишком высоко над водой все и на стопы это так так если вот так вот исток попробовать здесь держится здесь стоит я думаю в принципе нормально блин вот эти вот берега меня уже скоро все ноги будут вот так вот по ним ходишь постоянно падаешь вот так вот вот как ключ и так вот все живец плавает этот жерли хорошо получилось тут мелко у берега но у меня здесь тогда брала из хасха сошла большая и там вот держит вот это еще несущие как ее назвать бревно так все осталось одна жерличка сейчас я ее думаю вообще вон туда залезть на вот эту вот корягу где всегда отрывал там были всплески и прям к самой коряге привязать лес блин шумит листва он летит как и летит вон та у меня стоит я забрался на корягу вот так вот и и повесил принципе чет по глубине получается вот живец активный блин не навернуться бы сейчас чуть-чуть наверное пару оборотов подмотаю вот так вот тут лазью блин как это как обезьян все четыре жерлица поставлены два живчика осталось сейчас старый проверю где там чё никак а то первый ставил быстрее быстрее в ппх а бы как сейчас их получше укомплектую так сказать ну и все и будем надеяться на хороший результат а там уж как пойдете ну хотя бы испытаем жерлица да и так ради интереса я думаю будет вам интересно так что поддержите лайками там комментариями кто не подписался колокольчик жмите чтобы не спрашивать у меня когда видео а чтобы оно раз вам и пришло а то бывает так что спрашивайте она уже на канале вот такие дела фух ветрище вообще все наверно дождь вольет несусь на всех парах одну переставил тут вон смотрите что-то дергает куда-то вон что происходит жерлицей и все размотала вся короче оперативно по всем купырям все лезу на корягу туда блин не навернуться бы чё всю размотала неужели живец такой сильный так сейчас сяду блин а как же мне и вытянут туда сюда поставлю не знаю видно что не видно опа охренеть все что осталось от тройника рожка и ножка охереть блин вот это жопа сейчас наверно какую-нибудь одну сюда переставлю какую-нибудь какая там ну потому что с одним крючком думаю ставить смысла нет фу блин нифига не успел вон туда вон только дойти до той как здесь что-то началось конкретное блин ну куда крючок делся вы видели я не тянул сильно ничего офигеть блин ну у меня есть снасть такая потому что леска толстая ну как мог так и сделал чего чего было все из подручных средств но интерес дал ключка нет мистика все повесил новую фу блин у меня со спиннингом так жопа в мыле не была как с этими самодельными жерлицами я не знаю где-то смотрел кто-то типа ну может не такие разные там типа поставушки какая поставушка палка она и палка вот как сделано ну посмотрим что то было все сейчас я тут шороху просто навел все сейчас пойду еще дальнюю посмотрю в принципе три у меня теперь осталось но что то было интересно куда крючок делся может отсох блин от старости фиг его знать ну тут тройничок но он не особо большой фу ладно посмотрим стихия пока он бушует а я тут по этому бревну уже как к себе домой как сайгак уже по нем летаю оп 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 как циркач да и сразу сказать кстати вот тут вот где была поклевка живец был по размеру самый маленький вот здесь сейчас карась такой солидный его на жареху в принципе можно но других нету подростка раз фиг его знает все пока нормально вот она стоит на блоке там забыл показать вот видите леска наматана стоит на подсечке если будет подсечка соответственно она будет вся смокана фу но если там крупная клюнет я еще думаю как оттуда вылазить потом с ней но это мы разберемся здесь что-то тишина вот место хорошее я вот отсюда трех щук-то ловил на проводочку вдоль вот этого вот бережка туда кидаешь так вот и были исходы были и хорошую тогда я здесь все таскал но что-то я не знаю стоит может чуть приспустить чтобы он подальше плавал у меня где-то метр хотя в принципе нормально подальше блин больше шансов что куда-нибудь за коряге заплывет и будет там сидеть его никто и не увидит фу вот смотрите по воде какой ветрище он разгоняет аж в плеске рыб ветер вообще сильный погода щуча как говорится спартаковская вот о чем я говорил что видите смотрю что-то он не плавает а он заплыл за эту херню зацепился и стоит ну конечно тут никто не клюнет поэтому лучше за жерлицами посматривать но если в ночь оставлять то в ночь а пока здесь видите он живой все нормально зацепился и все так ну все эту наладил живец благополучно плавает все нормально потом показалось что тот не плавает уже туда чуть-чуть забрался посмотрел плавает все нормально говорю это поставушки это наверно типа поставил и ушел потому что так и не отойдешь от них уже дождь принимался чуть-чуть моросить сейчас пойду вон ту дальнюю посмотрю что теперь она мне не нравится совсем сейчас нормально поставлю убежусь или убедюсь что все нормально и можно будет оставить их я думаю туристы уж не украдут вот самую первую на дрыне здесь вытащил живца нет опа живца нет следов никаких нету не один тройник поэтому в обрез живцов там три жерлицы и три живца брать не стоит лучше взять с запасом потому что видите сбила значит сбила ну ладно пойду шопалку в другое место куда-нибудь поставлю тут что-то мне не очень удобно полны ботинки песка и как-то через через бревно она получается не очень удобно вот короче как в мандячил в берег горбатый этот горбуль ну и вот так вот плавает вот груз сантиметров десять под водой ну и там поводок сантиметров двадцать я думаю нормально потому что здесь мель в принципе я думаю самое то то что надо фух пойду наверху еще посижу передохну может сейчас еще какая оказия один живец еще остался вдруг надо будет подзаменить пока время до футбола терпит вот он один живец так сумка там не все плавает активно бодрый нормально может плюхнуть а там да была вся размотана и живца нет ну все таки тоже под спину хрен его знает может она его за голову куснула а не глотала и сдернула вон как этому ему получается хребет оторвало блин только крючок как сломался я не знаю я проверял ну по крайней мере руками вот так вот я их не сломал так тут тишина может опять запутался как на рыбалке ходишь блин и это даже не в ночь а просто туда-сюда довольно таки кстати увлекательно рекомендую кто никогда не ловил половить может не на такие самоделки блин дерьмовенькие а на что-то поинтересней вот еще хочу попробовать с этим с поплавком порыбачить на живца где-то у меня там был какой-то тоже допотопный что-нибудь можно будет смастерить так что все зависит от вас фу какое-то активное действие смотрите что с этой жерлицей тут происходит как будто живец от кого-то сваливает я туда во 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 смотрите что или может щурок какой сел ну-ка пойдемте клянем что там творится такое но предохранитель этот как его называть стоит я уже уходить собрался ну какая-то прям была эта ожесточенная битва сейчас еще чуть понаблюдаю во опять пошли круголя какие-то во 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 что это такое какой-то сваливает либо он слишком здоровый и сам пытается свалить но видите вот предохранитель стоит ничего не разматывается о ух ты нет вон живец я его видел то есть он от кого-то убегает вот ладно понаблюдаем живец живой значит ничего там не сидит понаблюдаем ну в общем я провел наблюдение я видел живца то есть он его там по ходу кто-то гоняет но он живой вон он там мечется носится вот видите это он там разгоняется вон он вон он вон он может какой-нибудь окунь может шурок но он уже вес здоровый он сам отпор по ходу там дает им ладно придем попозже перед ночью ведро с одним карасиком тут оставлю сейчас футбол схожу посмотрю ну после восьми восемь закончится после восьми там часов в девять короче уж темнеть будет ну посмотрю либо часов в девять либо с утра пораньше я думаю ничего не случится ну а что случится тем интереснее ну у меня надежда ветер очень сильный что ночью что-нибудь попадется а может и ничего не попадется ну хотя бы испытали хоть что-то живца сбили вот крючок как-то блин отломался ну так хотя бы интересно да главное на рыбалке что не улов а чтоб было интересно там чтоб клев был сходы борьба какая-нибудь приключения так сказать мы же за этим чтобы получить как говорится и положительных эмоций мы же в принципе за этим я хотел сказать ездим вот по шишечкам тёп 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 так вот у нас утро вчера все закончилось ураганом деревья падали ветки отлетали и дерево упал на линию отрубили везде свет так что вчера такие были стихийные бедствия но бригада работала нашли обрыв все устранили в общем сейчас у нас 6 утра я уже подошел к реке но мне по реке еще пару километров до мест где жерлицы посмотрим что там произошло в этот ураган клевал ли щука жив ли живец или все нету может вообще где на палках эти жерлицы их куда-нибудь утащила так вот по реке туман дождя в принципе ночью не было но все сырое от тумана влажность ветер сегодня сказали юго-западный или юго-восточный я не запомнил ну то есть нормальный не северный когда северный ветер то плохо и ловить и рябь вот смотрите река тихая туман хорошо довольно таки прохладно вот я в майке и вот в этой хрени иду так прохладненько руки даже вот подмерзают но на термометре посмотрел было 16 градусов с утра я смотрел было 5 утра сейчас в день может проясниться но суть не в этом у нас так ребят подходим к первой жерлице посмотрим что здесь смотрите размотана вся значит поклевка была сейчас будем спускаться будем смотреть там вот встали туристы но вроде ничего не тронули я вчера с ними разговаривал так сейчас скидываю сумку полезем так сейчас посмотрим затянуло коряву затянуло сегодня в сапогах то что мокрое это уже не тебя не выйти там глубоко пока эту оставим стой возьму палку и как-то что-то будут буду думать как ее вытащить пойду к той и тут была поклевка смотрите палки нету палки нету то есть ее вырвала сейчас буду осматриваться по корягам это стоит полностью вон она полностью размотана а нет она предохранители вот приблизил то нет блин сейчас надо искать куда эту палку любом где-нибудь корягам ее тащила не могла же она настолько быть здоровой чтоб с нею подкорягивать и все осматриваемся рогатулька валяется блин палки нигде не видно блин видать хорошие чет взяла блинку нужно заплыла в общем ребят короче с дерева эту оцепил тоже была заведена в коряге живца нет у меня есть один живец его наверно поставлю пока буду лазить потому что я увидел ту жерлицу короче вон она он в том коряжнике вон та палка и вот привязана к ней жерлица но по-любому щук наверное сошла она обычно за коряжники как-то вырывается но чтоб туда добраться это нужно там за поворотом перейти вброд на ту сторону попробовать с той стороны залезть то что тут через коряжник и тут глубина большая глубина под три метра и все в корягах не хочется чем там распороть нового ли еще чё то поэтому сейчас я наверное одену вот корач у меня здесь оставался поставлю пока буду ходить вдруг я сегодня клюнет с утра повешу опять ее с удара на этот на сучок и пойдем обходить и попробуем с той стороны зайти и взять ту жерлицу еще ту надо достать которая зацепилась короче то так залетела в коряги что спасти ее не удалось по столько саму вот эту вот деревяшечку ну хоть так сейчас вот решил ну вот пока это поставил смотрю за ней плавает живет вот видите активно плавает может сейчас на утреннюю зорь кучу здесь втюхается и вот наблюдаю за той стоит туда лезть или нет смотрю будут ли какие-то движения тогда полезем сейчас чуть-чуть понаблюдаю ребят ну а так как вы просили не снимать длинные видео делать это мини сериальчиком таким то продолжение всей этой истории вы увидите на мещерских хрониках 21 потому что кто-то хочет длинный кто-то короткий вот посмотрим какие кому больше по душе поэтому давайте поддержим это видео как только наберется больше 100 лайков комментарии пишите и тогда сразу же выходят мещерские хроники 21 где вы увидите продолжение всей этой истории вот я сейчас пойду за спиннингом так что это только начало это приключение еще не закончено всем спасибо до скорых встреч